Спортивные состязания привлекают миллионы людей по всему миру своей зрелищностью, но порой эта зрелищность совсем выходит за рамки дозволенного. Всем привет, с вами Бабл и это 10 случаев неспортивного жестокого поведения. Поехали! Главным на ринге является рефери. Именно он следит за поведением бойцов, отсчитывает нокдауны и штрафует за нарушение правил. Обозленного спортсмена за удар по рефери могут отстранить от соревнований на продолжительный срок, но порой даже это не останавливает некоторых боксеров. Именно так случилось на чемпионате Европы по боксу, когда один из участников решил выместить свою злобу за проигрыш на суде. Кто знает, чем бы могло это закончиться, если бы дебошира вовремя не убрали с ринга. Большинство спортсменов хотят завершить свою карьеру яркой победой, чтобы их имя надолго осталось в истории, но Зинедин Зидан вписал свое имя в историю громким скандалом. На 110-й минуте матча между Францией и Италией, финала чемпионата мира по футболу 2006 года, Зидан получил красную карточку за удар головой в матч. Радость от собственных побед – это вполне естественно, но порой стоит проявлять ее не так ярко, как хочется. Именно это доказал Атаев Рамазан на международном соревновании по армрестлингу, когда победитель не сдержался и закричал от счастья, что вывело Рамазана из себя, и он полез на него с кулаками. За это драчуна отстранили на два года от спорта, а слишком жизнерадостный противник выплатил штраф в 15 тысяч рублей. Майк Тайсон – один из самых знаменитых боксеров во всем мире, но он прославился не только первоклассным боксом. В июле 1997 года состоялся второй бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом. Бой был очень напряженный, а в конце третьего раунда произошло то, что совершенно никто не мог ожидать. Майк Тайсон откусил мочку уха своего противника. Эвандер начал прыгать от боли, но через какое-то время все-таки смог продолжить бой. Правда, теперь уже он пытался откусить Тайсону ухо. К счастью, это взаимное желание съесть друг друга закончилось простой потасовкой, после чего матч прекратили. Драка на льду. Привычное явление для хоккея, но такой ожесточенной драки, которая произошла между молодежными сборными СССР и Канады в 1987 году, наверное, не будет уже никогда. Драка произошла после того, как канадец Тео Флери толкнул советского защитника в спину, на что защитник кинул Тео свою ответку. Драка быстро набрала обороты и на лед вышли даже запасные игроки команд. В попытке остановить побоище было принято решение выключить свет на стадионе, но даже его исчезновение на 20 минут не остановило хоккеистов. В итоге были дисквалифицированы обе команды. Близкие спортсменов – это основные зрители на местных соревнованиях, и турнир по вольной борьбе во Владикавказе не стал исключением. Но на этот раз зрители оказались слишком активны. Под конец боя между оппонентами назрел конфликт, и болельщики одного из борцов незамедлительно завязали драку, чтобы поддержать товарища. Вот только они махали кулаками слишком активно, и пострадал не только борец, но и судьи. Сосредоточенность. Вот что требуется от спортсмена в первую очередь. Но вратарь футбольного клуба Шинник, похоже, не знал этой простой истины. И когда пришло время пеналити, расстроенный вратарь даже не заметил, как в воротах оказался мяч. Радость соперников и желтая карточка для себя. Вот к чему привела его оплошность. 19 ноября 2004 года в Детройте произошла самая массовая драка в истории баскетбола. Конфликт между командами начался, когда нападающий Пейсерс набросился на центрового Пистонс во время броска мяча. Драка быстро набрала обороты и также быстро пошла на спад. Но один из болельщиков был недоволен таким завершением и бросил свою газировку в одного из игроков. После чего потасовка началась уже с новой силой, захватив в этот раз и трибуны со зрителями. Только по счастливой случайности в этой драке никто особо не пострадал. Хотя футболисты часто нарушают правила, но еще чаще матчи срываются из-за нарушений со стороны болельщиков. Зачастую они нарушают правила, кидая на поле всевозможные предметы, но порой их фантазии и умению можно только позавидовать. Настоящая боевая граната, брошенная на поле с трибун, не на шутку напугала зрителей, но вратарь так сильно был увлечен соревнованием, что проигнорировал опасный презент и просто отбросил в сторону, где ее быстро подняли полицейские и поместили в ведро с песком. Правда, даже граната меркнет рядом со скандалом из-за банана на поле. Дело в том, что банан прилетел под ноги бразильцу Роберто Карлосу, который расценил это как проявление расизма, понимая, с каким животным он ассоциируется у толпы. Судьи тоже попадают под горячую руку фанатов, и на одном из матчей на арбитра обрушился настоящий град из монет, но пострадавший и не представлял, что ему еще повезло. Ведь на другом матче в голову судей прилетел тяжелый зонт, но не только людям достается отбушивающей толпы. В Италии перед началом игры, чтобы усмехнуться над символом вражеской команды, выбежал фанат с измученным кроликом в руках, который был покрашен в оранжевый цвет токсичной краской. А на матче в Греции зрители решили поддержать любимую команду, закидав вражеского полузащитника морковкой. Но если с морковкой еще как-то можно смириться, то дождь из фалоимитаторов во вратаря – это уже совершенно другой уровень. Спасибо за просмотр! Не забывай поделиться этим видео со своими друзьями и сохраняйте самоконтроль в любой ситуации, особенно если вы спортсмен. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok